под танкист и сегодня мы будем играть варлдов этого давно не бы не было прошу я уже давно его не снимал так что я но я играл не снимал так что раз подумаю я тут немного качанулся и все буквально ничего практически не изменилось кроме того то что я наконец поставил камуфляж на 26 так что сейчас будем думать думаю можно будет поиграть что новый танк так как он называется исус 122 с параметры так не вообще фиговая все 9 90 миллиметров бароня от 9 сантиметров так что не очень и да кстати как я обещал будем мы говорить именно про тут есть т-49 а т-49 хоть и легкий танк но у него стоит вот но стоит фугасница и там и то и и и Продолжение следует... 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 не не буду просто не знаю на чем поиграть то вот надо 34 может быть я не особо хочется опять на штуке рай 1 1 1 1 1 9 1 9 9 9 9 9 9 9 10 км штука драйничай ка драйничать м м в сфере он не может быть ураги рандом м м я тоже так хочу так что г.в. идем ко мне снять я его снимаю потому что мне не надо я не хочу брать кого-то и он мне нафиг нужен нафиг он мне жился с 8 миллиметров и 120 наступить за 2 это самое лучшее это вы 2 это единственный танк у которой есть у ци 2 миллиметра брони на шестом уровне на шестом уровне левеле гранди в принципе у него скорость комфортная скорость перезарядки а вы что хотите отстопить миллиметрового орудия для справки стоит за 2 миллиметра это примерно ваша линейка не 15 сантиметров ну чуть чуть больше там еще 2 миллиметра прибавьте к ней и вот получится как раз калибр а мне кажется это я все знаю это как раз подняты просто интересно просто интересно Ох, мы с КВ-1 едем. Пламаем проволоку, пламаем с КВ. Хотя Малендейку это больше не будет. Ну мы едем к городу уже точно едем. Я, я такой, не, не, не. У тебя наряд не пройдет, походу он тоже в фугасном стрельне. Ну конечно я суетя 107 мм. Сейчас позинимаем. Угу. Байком, 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 байком. Он так что-то там весит АТ8. Я его образ назову АТ8. Почему бы нет как бы? Блин. Это на луке, это на луке. Не всё, конец. Ладно, у меня и так нет монетизации, но я буду. Хотя какая монетизация, если у меня даже одного просмотра набирается один просмотр только за один? Какая монетизация, если? Окей, вдохновение. ашвилиппструкция, поход скации. Так что ты, тут? Капитан, но у Sasha есть про тай св equip's коверments. Так что вот.. Аферист. У находятся, кокоммума. Аферист. Бица. Бица. Так что вот .. ねт, да толь два. Давай ты, толь два. Давай, да. Проб olursал. у меня уже более 1000 потенциального угона был бы тут МС-1, но вот, может быть. Вот был бы. Единственная его проблема в том-то, что очень долгая лодка была заряжена. Ну так, в принципе, нормально. У нас, кстати, у меня был так-то тихий. На перемене можно орать как-то не села. Так, забрать. И... еще. КВ-1. КВ-1 боец. Прикольный танчик. Просто. Моя реакция на РЛ-44. Вот это... Вот это скворечник. Это просто скворечник. Там потом будет вроде бы... Вот чё, я победил, выиграл. Так. Забираем. И... Шасси. Эдитов. Было бы это в реальной жизни, я бы не справился с этим. Так. Ага. 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 Ну ладно, давайте на КВ-1. КВ-1 боец. О! Химмельсдорф. Не знаю, что это за город, но прикольно. Мне на нем нравится. Кстати, на нем есть два Мауса. А в игре их намного больше. Причем он? Нет. А что? А что? А что? А что? Справочка о Маусах. Маус? Их было именно произведено два. И это вроде бы была середина Второй Мировой. Так что, в принципе, ресурсов еще хватало, но... Не помню уже где, но вроде бы... То ли где-то около Сталинграда, то ли около Куанигсберга их потеряли, то ли вообще в другом месте, в другом районе. Вот же блин. Вся проблема КВ-1 это советская магия. Горит! 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 Да. Подожгли мы ему пердак. Вот в чем советская магия. У них круг разбросся с дирижабль. Горит! А дирижабль фигмы нет какого размера. Они были любого. Размеры они были огромными. Одним словом. Кв awity. Обещаю... А нет. Или... Да. Эй, это怄ág или, да... Ч авиックер! Ч ави интерес. фигя! Хахач, 亭 Ч ещет какие-то плакеты с д Sunny с не себе трикшот вовреждение моей укладки бил! о, мой, все, все, все о, ну! я, блин, я пламал, все, я иду отсюда, иду ну, как это? и в мае я считаю облашение м ну вот на хайл я думаю почему это означает немецкий ПТ. Или вообще ЛП. Я не думаю, что это Американский. ПТ? Так что... Зачем? Почему именно ЛП? ЛП переводит адский код. Не, ну я, конечно, всю понимаю, но гнать на коже пошло. Это уже неприлично. Ура! Пока, бой! Так, ничего у нас? Ладно. Получаем наградку. Повторюсь еще раз, я бы не хотел себе такие быстрые в реальной жизни. Ну, на сколько записи это идет? Мне просто... А, ну, 21 минута? Ну, ладно, сейчас давайте посоветую вам последние несколько лет, и можно идти. Не обращайте вот это внимание. Вот дрянь вся эта. Короче, вот эта вот вся дрянь... Я просто хотел получить... Что это за приложение узнать на стендов? Для получения голда. Нет, ну спасибо, короче. А потом все запрещать буду. Так что это... Ну, ладно, не будем отвлекаться дальше. Так, на немцев. Перейдем. Ну, мне кажется, сама легкая ветка. Это будет идти на Е100. Для фарма подходит леопард. Любитель тяжелой техники... Для любителей тяжелой техники на Маус. Это вот такая вот ветка. То есть надо через Тигр Порше пройти. Для любителей ПТ и борща. Вот борщ. Это вот вроде бы борщ. Для любителей борща и гриля. И вроде бы вафли. Вафля. Лучше советую вот идти на гриль 15. Для любителей ягодных тигров советую идти на Е100. Либо пойти по Тигр Порше и зайти к Фердинанда и на слону. Так, ладно. Это у нас все. Ну да, там вот уже просто будет сложнее. Потому что леопард прототип Ад будет очень сложно. Но я не знаю просто. Вот для любителей скорости. Ну, Рушка. И там как раз Леопард-1. Для любителей... Не знаю там. Средних танков. Германия. Которых вот столько вот. И вроде бы это еще. Те, кто любят страдать. Пожалуйста. ИС-4 на советских танках. Для любителей... Ну, не спеша так прибить врага. Объект 268. Объект 263 ПТ. Для любителей ИСов. ИС-7. Так. Ну-ка. Веду вопросы для фана. Что там дальше? Любите легендарную технику СССР? Идите на Т-34. А там уже на Т-34-85. Любите... Не знаю. Любите легкие танки? Идите на Т-25. Кто вам мешает? Не знаю. А там вот. Т-100ЛТ. Объект 140. И Т-62А. Кто вам мешает? Не знаю. Британия. На бабаху не идите. Пожалуйста. Сохранить свою нерву. Так. Давайте дадим ему более сложное название. ФВ-215Б-183. Корень из двух. Умножить на 54. Разделить на 45. Давайте вот так будем его называть. Так. Ну, я тут практически не знаю. Тяжелые танки могут быть на ВВ-215Б. Не путайте вот с этим вот телом. У него 183 тут. И это единственное, что их отличает. А, ну еще то, что это ПТ, а это С, ну, ТТ. В общем, у меня, по моей логике, вот так вот моя ветка должна идти была. То есть, вот так вот. То есть, вот так вот. То есть, Матилда. Кроусерд. Шарон Ферифлей. Комет. ФВ-301. Викер Скэр. И Викер Слайд. Вот так вот, то есть, и должно было. Извилисто очень. Ну, потому что я там сравнил показатели и оказалось лучше вот эта вот веточка. Викер Слайд. ФРОС можно ВЛ. Так, ну, для тех, кому надо легкие тонки, идите на ФВ-400. четыре тысячи пять или 40 05 кому средние можете идти вот на фв 4202 или 4202 кому класс кому понравилась моя ветка то есть моя личная вот такая вот идти на викер слайд вл просто про японию говорить ничем не могу просто потому что ну тут две ветки хори и stb-1 stb-1 картон хоре нормально так что сами решаете меня просто без разницы так дальше у китая тоже все печально кому нравится тяжелые танки идите на вазе 113 кому среднее в 10 ст produziden я он уже которые в сергей ст 113 G refs лечо телам посоветую идти на выаздник она в основе в это т.е. dream надо от Maker получить форум третий такой мощь лезть так что лучше идите на тяже в китае во франции лучше идти на тяже тоже либо на легкие мне вот просто я шел на фочт но сау 40 вы знаете у него большая вот эта вот штучка не отмените проните вот эта вот штука сверху не знаю получается пулеметная башня на просто настолько огромное что идет за километр видно а может быть и здесь я просто не проверял а вот тут легкие они просто своей скоростью берут и сборная европа наконец-то у нас идет сначала так это чё швеция кравган кравган и кравган не знаю ну это пт так что кому нравится пт лучше идите на швеции так дальше идет поляки это тяжелые танки они вот я чё то думал то что это пт а это оказывается тяж ладно это тяж окей это тяжа ну то есть тут вообще любители пт не идите на сборную европы кому нравится все таки средние танки идите либо на проге т-65 либо на твп т-50 51 50 дробь 51 ну вот единственный плюс итальянских танков в том то что ну как бы вот вы знаете у них цвет такой что и наклон что просто стреляешь и не можешь понять там красный цвет но то есть что ты не пробиваешь либо там можно пробить вот это их плюс я путаюсь постоянно среди них у скоды с этих у чехов у чехословаков я так понимаю него советский союз им продал и чертежи и 34 так то все ветки хорошие даже вот лео он особенно у меня особенно от него бывает подгорает потому что он просто быстрый незаметный его просто непонятно куда что с ним делать так на американцев советуете на т-11 0 и 5 лиме 6 йох или вот это 95 хотя бы не идите пожалуйста сохраните свои нервы просто на нем он просто посмотрите его скорость передвижения меня на это больно смотреть где где эта скорость наживаемость рыбам маневренность вот больно смотреть 20 километров и средняя скорость три километра в час максималка у него всего лишь что 20 километров в час это вперед она за 10 средняя скорость 3 километра в час это получается три километра в час в вперед 20 не нет это не может быть правдой один километр час назад это даже человек идет быстрее у человека где-то примерно 4 километра в час ходьба может быть объектом 5 короче среднем человек идет как ну где-то по 3 километра в час ну то есть человек быстрее этой пт я бы его назвал черепаха моста т-95 так что я просто уже не знаю что делать ну ладно давайте всем пока с вами был вот танкист извиняюсь забыл всем показываем был blitz танкист и удачи так что я открываю